Всем привет! Вы опять видите и слышите Лёшу Халецкого. И только что мы вышли с фильма «Омерзительная восьмёрка» Квентина, наше всё, Тарантино. Ну, что могу сказать? Зима нас радует, конечно, фильмами классными, зимними. Что «Выживший», что «Омерзительная восьмёрка» — очень хорошие фильмы. И на тот, и на другой вам рекомендую сходить. Если же говорить про «Хейтфул Эйд», то его стиль можно определить как фильм Квентина Тарантино. По-хорошему, я бы не сказал, что он сильно оригинальный, потому что лично мне он напоминал постоянно бешеных псов. То есть примерно такая же канва сюжета, где несколько человек в замкнутом пространстве, тоже такое камерное. Если в вешеных псах они, по-моему, в ангаре сидели, то в данном случае метель застаёт восемь человек на постоялом дворе, который называется «Галантерея мини». И у них там происходит кое-что, не буду спойтить. Фильм можно разделить на две половины. Первая половина идёт к такой кульминации особенной, а после кульминации уже выжившие пытаются понять, что делать. Фильм довольно кровавый, но, понимаете, он такой в стиле Тарантино кровавый. Вот если у Ильярито, да, так немножко страшно на всё это смотреть, и люди там закрываются, говорят, то у Тарантино это весело, знаете, такой фарш. Я даже думаю, что он специально изображал кровь, брал, видимо, какой-то кетчуп специально такой в цветы ядрёного, чтобы повисели. То есть оно более, хотя, конечно, тоже выглядит очень натуралистично, но в плане Тарантино это скорее вызывает такую улыбку и смех, чем отвращение, как вот у Ильярито. По-хорошему, мне всё-таки «Выживший» понравился больше, потому что он и оригинальнее, что ли, и там хоть понятно, какой-то месседж фильм несёт. Тарантино всё-таки такой безбашенный экшен, но, имейте в виду, фильм идёт три часа, там очень много разговоров, но Тарантино тем и славен, что у него диалоги великолепные. То есть эти диалоги интересно слушать постоянно. Игра актёров, всё вместе, ну, замечательно. Три часа такого классного, хорошего фильма. Но он жёсток, имейте это тоже в виду. И ещё хочу отметить, это, по-моему, очень важно, мы смотрели фильм в оригинале. Если у вас есть возможность его посмотреть в оригинале, то есть на английском языке, ну, естественно, с русскими титрами, то именно в таком варианте рекомендую это сделать, потому что практически все персонажи разговаривают со своим собственным акцентом. Там есть англичанин Тим Рот с таким акцентом чернокожего населения, говорит герой. Сэмюэлл Джексон говорит с акцентом чернокожего населения, несколько южан говорят с таким типично южным акцентом, быдло-акцент у героини, в общем, ну, реднек, я лучше так скажу, реднек, раз мы проамериканский фильм. Так что определённое удовольствие вы ещё получите и вот от голосовой игры, потому что я очень сильно сомневаюсь, что в озвучке эти все акценты передадут. Ну, на этом всё. Вы видели, слышали Лёшу Халецкого, он забыл своё имя. Обязательно сходите на Омерзительную Восьмерку и смотрите умное кино.